Православная энциклопедия В свое выступление традиционно начну с обзора томов православной энциклопедии, изданных в прошлом году. Первый 49-й том открывается статьей о выдающемся вологодском церковном краеведе священнике Сергея Непеяне, а последний 52-й том завершается статьей об астраханском епископе XVII века Ануфрии. Первый том 2019 года уже находится в печати. Главным событием прошлого года стал, конечно же, 50-й том с огромным количеством статей о святых и церковных деятелях с именем Николай. Статьи о Николаях и Никольских монастырях-скитах занимают почти весь том. Этот комплекс статей открывается фундаментальной статьей о святителе-чудотворце Николая, архиепископе Мерликийском. Статья объединяет восточные и западные агеографические традиции, включает подробную иконографию святого, обзор гимнографической традиции. Всего же в томе на имени Николай опубликовано 260 статей. В 2019 году таким же событием станут статьи о первоверховных апостолах Петре и Павле. Но хотел бы вернуться к нашему общему предложению, уже не раз звучавшему на совместных заседаниях Советов, о популяризации православной энциклопедии. Мы уже говорили о необходимости представления в эпархиях, в областях России, всего нашего издания, и особенно тех томов энциклопедий, в которых есть статьи о том или ином регионе. В прошлом году вышли статьи о Нижегородской, Новгородской, Новосибирской и Омской митрополиях. В первом же томе 2019 года описаны Оренбургская и Орловская митрополии. Но так и не состоялась презентация энциклопедий ни в одной из этих митрополий и областей. Вот хотел бы обратиться к вам, уважаемый Вячеслав Викторович. Может быть, при вашем содействии мы как-то могли бы в том числе и продвинуть столь, на мой взгляд, важную идею, как презентацию тех или иных томов православной энциклопедии в тех местах, епархии которых и области которых отражены на страницах того или иного номера. Я думаю, что это могло бы быть событием, и мы бы вынесли вот эту нашу работу по популяризации энциклопедии за пределы столичного града. Теперь о некоторых других наиболее важных наших решениях, принятых на прошлом заседании. Они были зафиксированы в протоколе заседания и в моем обращении к председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву, по которому были даны соответствующие поручения. Обращение мое было направлено 19 июня прошлого года. Первое. Мы должны, безусловно, сохранить программу централизованной комплектации новыми томами энциклопедии «Общедоступный библиотек России». К настоящему времени в библиотеке поставлен 51 том. Эти поставки являются, кроме всего прочего, основой экономического обеспечения научно-редакционной работы. Согласно распоряжению правительства, определены объем комплектации и механизм поставки. В прошлом году, как и в предыдущие годы, эту программу удалось реализовать безукоризненно. Я благодарю министра культуры России Владимира Ростиславовича Мединского за его деятельную и неизменную поддержку. Я прошу Владимира Ростиславовича после выступления председателя общественного учительского совета сделать сообщение, чтобы мы все вместе могли определить, какими должны быть наши дальнейшие действия. Я повторю, в решении кардинального вопроса, связанного с распространением библиотеки и, конечно, в связи с организацией усилий по завершению издания энциклопедии. Второй вопрос касается комплектования новыми томами православной энциклопедии библиотек, образовательных учреждений, системы высшего образования. По 2017 год включительно эта программа, по которой поставлялись 3000 экземпляров каждого нового тома, исполнялась, и в библиотеке этих учреждений поступило 45 томов. Но в 2018 году эта программа была прервана, и последующие тома в библиотеке не поступали. Обращение Церковно-научного центра Министерства науки и высшего образования, к сожалению, результатов не принесло. Знаю, что Министерство запросило мнение научного сообщества и что три совета федеральных учебно-методических объединений по философии, этике и религоведению, по истории, археологии и по идеологии дали положительные заключения. На мой взгляд, нельзя ни в коем случае прерывать эту программу, тем более, что поставлена уже большая часть томов. Попрошу Министерства науки и высшего образования и министра Михаила Михайловича вот так же представить свое видение этой проблемы. Очень важный вопрос касается комплектования томами энциклопедий школьных библиотек. Конечно, не всех, но особенно гуманитарных школ и гимназий. Мы говорили об успешном опыте Москвы и ряда других регионов и предлагали распространить этот опыт на всю страну. Наша энциклопедия востребована учителями гуманитарных предметов и старшеклассниками, серьезно готовящимся к олимпиадам по истории, обществознанию, литературе. Знаю, что по поручению правительства этот вопрос находится на проработке в Министерстве просвещения. И попросил Больгу Юрину так же познакомить нас с тем, как это реализуется тема. Еще одним вопросом, о котором я информировал председателя правительства, стало предложение создания на базе нашей энциклопедии пятитомного энциклопедического словаря для англоязычных православных приходов, для университетов, а также для исследователей, преподавателей в Европе, США и других странах. Это очень важная инициатива, особенно сегодня, в условиях определенной напряженности в межправославных отношениях, так как православная энциклопедия создается при участии представителей практически всех православных церквей. Этот же принцип участия авторов из разных стран мы предполагаем сохранить и в англоязычном словаре. Издание, очевидно, будет востребовано. Но мы так и не пришли к окончательному решению, как его осуществить. И попросил бы я руководителя Федерального агентства печати Михаила Вадимовича Сиславенского проинформировать нас о возможных путях его решения. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что сейчас, как никогда, мы нуждаемся в распространении православной энциклопедии на английском языке. Вы все, наверное, знаете, какие проблемы сейчас существуют в православном мире, какое напряжение возникло в связи с украинской темой, с незаконными действиями Константинополя, направленными на раздробление нашей церкви, на укрепление раскола на Украине. И вот все это пробуждает интерес к православию, к русскому православию, в том числе и в сообществе специалистов, и не только специалистов. Поэтому, конечно, представить адекватную, научно обоснованную позицию по всем тем вопросам, которые сегодня дискутируются, было бы очень и очень своевременным и правильным делом. Хочу также отметить, что в прошлом году, когда у нас возникли проблемы с выделением средств на субсидию, на полиграфические материалы и работы по изданию православной энциклопедии, они были успешно разрешены благодаря твердости Михаила Вадимовича в отстаивании наших общих интересов. Поэтому хотел бы вас поблагодарить, Михаил Вадимович. Традиционная безупречность работы Роспечати по поддержке как книжного издания энциклопедии, так и электронной версии была еще раз подтверждена. Таковы наши основные темы для обсуждения. Повторю, что они были сформулированы нами же год назад, и сегодня мы должны услышать о том, какие шаги предприняты. Если нет возражений, то мы их обсудим после выступления председателя общественного и попечительского совета. Уверен, что нам очень важно услышать их оценку, положение дел и точку зрения по названным мною проблемам. Продолжение следует...